Всем привет, ребята! Я Никита. И вы на канале Twins. И сегодня мы находимся в легендарном месте. Это музей БМВ. Мы тут посмотрим старые машинки, концепт-кары и самые новые машинки. Будет интересно. Поехали! Сейчас мы купим билеты и будем заходить в музей. Ребята, мы купили билеты, зашли в музей и тут мы уже увидели двигатель БМВ. Вот такой вот красивый БМВ двигатель. Это старая самая БМВ, самая первая. Мини-копия. Тут всякие машинки, там, БМВ. Самая первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Тридцать одна машина. Тридцать одна машина. А вот этот двигатель БМВ тоже. Тоже двигатель БМВ. Такая уже новая. Вот, тут есть такие вот, тут есть мотоцикл, такая БМВ. Я думаю, что это двигатель, вот это вот зеленая БМВ. Да, я тоже. А вот тут, тут есть уже чертежи концепт-кара. Вот чертеж одного из электрических концепт-каров BMW i3. И i8, которая уже вышла. Сначала вышла i3, а потом i8. Я не знаю, что БМВ будут еще придумывать. Ну, а мы даже посмотрим. Есть даже велосипед БМВ. Вот наша БМВ i3, которая уже вышла. Она полностью из стекла. Это БМВ полностью из стекла. Ну, это когда только она разрабатывалась, это сделали наподобие, когда она еще были. У нее программы все установлены. Хотели сделать ее на бензин, но решили, чтобы сделать ее на электричестве. У нее очень большой багажник. Для такой маленькой машинки это нормально. Это зарядка, чтобы ее заряжать. Подходишь, оставляешь машину и заряжаешь. Можем сказать, что она почти подморозка. Я ее вышла немножко. На сантиметров пять. Ребятки, посмотрите, еще делали i3. Из железа, из такой... Тут, наверное, были покрышки, я думаю. Тут стоит наша родимая BMW i3 только другого цвета. Это уже полная версия i3. Открываешь эти двери, а потом открываются задние. Там есть ручка изнутри. Здесь находится каркас i3 BMW. Да, это каркас i3 BMW, когда ее только-только сделали, ее каркас. Он очень легкий. Он очень легкий. Я его могу одной рукой передвинуть. Вот все награды BMW. И вот это вот просто все. Да, это все электрические i8, i3. Это вообще какая-то новая, я даже не знаю о ней. Это уже полная машина. Это просто крутецкая машина. Ничего себе, какие у нее нет. Вот где она заряжается. Она очень крутая. И она очень дорогая стоит. Особенно посмотрите на эти диски. Это просто. А вот ее зад. Это просто. Тут есть маленький багажник. У нее очень хорошая аэродинамика. Вот тут вот. Воздухопровод. И она очень крутая. Вот, зеркала. Это, это самая последняя версия. Хотят сделать BMW i3. Зеркала вот тут вот будут сделать. Двери полностью стеклянные. Полностью. Сзади она необычная. Сзади, по-моему, должен двигатель сделать. Очень необычный руль. Как будто ты сидишь в каком-то космическом корабле. Тоже машинка для... Это для гонок. Зеркала из карбона. Вот ее руль. Передача. Радио. Двери. Тут показывают всякие мультики, как разрабатывалась BMW i3 и i8. Это самый последний уже этаж в этом зале. Это уже i8. i8. Это i8 кабриолет. Нет. Это машина без дверей. Это машина без дверей. Это просто нечто. Нечто будущего. Это колесо. Я не верю, что это колесо. Я даже не верю, что такое выйдет. Пожалуйста. Я бы хотел дожить, не купить всю эту машину. Тут даже в ней библиотека есть. Вон книги стоят. Это машина, в которую невозможно попасть или сбить на нее человека. Если человек все-таки упал на дорогу, он просто ляжет и под этой машиной будет лежать. И он просто проедет. У нее даже дверей нету. Как? Почему у нее дверей нету? Маленькая концепция BMW. Она даже подсвечивается. Да, нет? Вот. Видите, наш подсветчик подсвечивается. Вау, вообще круто, круто. Мы поднялись сейчас на самый последний этаж. А, это еще даже не самый высокий этаж. Там есть повыше. Вон там есть панель управления BMW i3. Вот тут, по-моему, должен передачу. Вот это вот передачу переключать. Ну, тут D, N, R. Поехали. Это бардачок. А тут играет музыка. Вон там вот есть сиденье. А тут есть очень крутое и мягкое сиденье от BMW. Я думаю, что это BMW i3 на передних сиденьях такие сиденья. Там кожа, да? Кожа? Да. Кожа и ткань, да? Да. Он, чтобы сделали все кожаные. И тут есть дверь, дверь, BMW. Сидишь такой и смотришь в окошко. Вот тут ручка открывается. А вот есть материалы, из чего они сделаны. Например... Обшивка, да? Да, это обшивку делали. Вот из этого материала что вышло. Вот такие вот прикольные вещи. А сейчас мы посмотрим всякие модели BMW. А тут даже есть мини машинки. Есть самая старая. Старая. Потом немножко новее. Еще немножко новее. И самая новая. Но она грязная. Я думаю, что они ездили в горе где-то на ней или что-то с ней делали. Ребятки, тут даже Формула-1 есть. И везящая Формула-1. Ну, а я первый раз трогаю колеса и вообще каркас ее. А здесь есть костюм для гонщика Формула-1. Это новый костюм, а это был старый. Да, это был старый для старых. Мне реально кажется. А тут можно посмотреть двигатель, если вот так вот проглядится. Она очень крутая. И у нее как будто это ремни. Да. Она участвовала в ралли. Вау, ребятки, посмотрите какой дрифт-корт просто. Ребят, сейчас мы зашли в павильон, где стоят все BMW. От 1966 года до 2006 года. BMW 931 Серия 323i Серия 325i года 1986 года. 1989 года BMW серия 325 а икс 1906 год бмв 308 8 328 ай 2000 2000 год бмв 316 джи мне уже это знакомо я знакома 999 год серия 323 ай 2006 год бмв серия 335 ай очень круто тут все значки бмв эксперты даже есть вот м4 x 5 визу до смотри по годам посмотрите да здесь 10 год 10 джеки есть тысяча 5 x4 тысяча девятьсот пятьдесят тысяча девятьсот восемьдесят и тысяча девятьсот девятьсот девять девятьсот девятьсот четвертого года серия 700 она и зеленого цвета у него салон можно сказать почти как в волге у нее зеркала не вот тут вот а вот тут вот двойники маленькие но такая необычная маленькая все такую вы хотим сейчас мы заходим в автосалон можно так сказать всех мотоциклов павильон потом это мотоцикл а не знаю как вы уже либо старый либо новый написать и в комментариях вот здесь тоже есть такой мотоцикл бмв следующий следующий вы бы хотели еще все такой мотоцикл я бы да самый первый мотоцикл вот видите этот мотоцикл на нем будут отложить на кровати вот так вот едете и и и помогать и если там можно направлять на повороте так вот рукой чтоб тебя не занесло вообще его рождения самый первый мотоцикл самый первый он был как самолет это мотоцикл а с него а вверху у него каркас как как самолет и снизу даже есть колесики да который помогает держать а вот вы можете увидеть первого человека который поехали поехал на этом мотоцикле вот его каска форма все было успешно вот эти награды бмв на мотоцикле все награды бмв все медали бмв по мотоспорту сейчас мы подошли на не верят ты очень крутым бмв который используют на гонках это просто посмотрите ребята там по-моему тоже турбой тоже есть ну только одно сиденье и там в нем есть тоже подачу какой порог и выхлопки да немножко новее чем вот это вот носил тоже очень крутая эту машину используют на гонках потом есть такая вот очень крутая машина посмотрите карты диски и на эти выхлопы выхлопы сбоку да посмотрите на эти воздухопроводы посреди зон этот спойлер ровный огроменный салон посмотрите с карашкой безопасности уже с приваренными стуками со всеми самая старая машина это используют на гонках у нее тут четыре сиденья как в волге и руль тоже как в волге он у него деревянный ребятки а я смыть пустите самый низ и посмотрите что тут много кабрионетов тут все кабрионеты от бмв вот этот бмв кабриолет 1999 год версия з8 это можно сказать самый новый кабриолет который тут есть это кабриолет 1995 год бмв з3 кабриолет он очень крутой еще была такая антенка затем потом эта машина она вообще без дверей это 1988 год бмв з1 у нее нету дверей стекла и у нее бензобол какой-то необычный у всех машин он такой а у нее он такой вот 1956 год бмв 507 у этой бмв есть полностью такие вот эти вот ремни на капоте чтоб капот куда он не разгоняйтесь очень быстро чтобы он не вылетел и у нее есть еще колесо заднее это бмв 1936 год бмв 328 это бмв 1934 год бмв 315 и 1 у нее есть вот такие вот такой выхлоп такие крылья сзади очень необычный стиль у нее такой вот порозник еще и вот для красоты я бы сюда число для немецкого этого красоты я бы поставил бы сюда колесо одна самая старая машина кабриолет самостоятель 1930 год и там есть еще маленькая-маленькая машинка пошли посмотрим какая восьмая крутая посмотрите у нее фары бриллианты и у меня не салон а космические просто так как будто космический шаттл какой-то наша маленькая машинка и у нее один двойник он очень маленький это машинка для двух людей для нас для нас близнецов вот этот бмв сейчас можно арендовать ради чтобы поездить там попробовать как раньше ездить бмв ребята надеюсь вам понравился этот ролик мы с вами обошли все зоны которые тут есть мы вам показали все зоны тут есть бмв респект а вы ставьте побольше лайков подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик вы были на канале свинт пока пока see you later bye bye и и и и и и и и